Собственно, сегодня речь у нас пойдет об одном из идеологов национал-социализма – Освальде Шпенглере. Я, кстати говоря, не зря выбрал такое название, возможно, оно покажется больше публицистическим, чем научным. Но, я думаю, прослушав лекцию, вы поймете, почему я так озаглавил сегодняшнюю лекцию. Итак, как всегда, начнем с некоторых биографических фактов. Освальд Шпенглер родился в 1880 году в небольшом провинциальном городе. В Ланкенбурге – это в прусской Саксонии. Его отец был клерком, почтовым служащим. Что интересно, Шпенглер был единственным сыном в семье многодетной. Его мать принадлежала к среде такой околобогемной, то есть среде творческой интеллигенции. Из-за разницы вот таких вот культурных, социальных установок в жизни устраивала его карьера, никаких высот он с небес не хватал. Он, в принципе, настроен не был на то, чтобы как-то повысить свой социальный статус. А вот напротив, практически всю жизнь мечтала о выходе из вот этой социальной среды, о получении большего достатка. И вот на этой почке родители очень часто, на ссоры и постоянные разбирательства родителей между собой, они сказывались, собственно, и на сколько дети в этой семье, по сути, росли сами по себе. То есть родители воспитания младших сестер, еще маленький осень, как старший сын, он, собственно, взял это воспитание на себя. Он часто им рассказывал разные интересные истории, потому что увлекался литературой, черпал свое вдохновение из немецкой романтической поэзии, из немецкой мифологии, и вот, собственно, таким образом развлекал обычных сестер. Что интересно, в 1899 переезжает в Галле, где Шпенглер поступает на учебу в учреждение Франки. Франки – это такой был католический священник, который, собственно, основал эти учреждения на такой гуманитарной, социальной основе. То есть изначально социальное учреждение Франки малограмотных прихожан и малограмотных священников, которые обучались там богословию и языкам. В частности, по латыни и древнегреческому языку. В общем, изначально это был такой социальный приют для малоимущих семей и для беспризорников. Впоследствии социальное учреждение Франки перерасли вот в такую гимназию со множеством кампусов, где профиль из чисто богословского образования сместился в сторону гуманитарного. Собственно, именно в учебе в социальных учреждениях Франки Шпенглер получает такую профильную подготовку с углубленным значением древних и современных языков. Там же Шпенглер учится читать по-английски, французски, итальянски, и даже, как биографы пишут, в какой-то степени он понимал даже русский язык и мог читать, переводить по-русски. Кроме того, его привлекали также естественные науки, и он стал увлекаться историей, географией и математикой. И, в принципе, именно этот период связан с тем, что Шпенглер открывает для себя двух авторов, которые станут его учителями такими философскими, которые давали ему всю его жизнь. Такие ценностные ориентиры – это Ницше, Гёте и Шпенгауэр. После окончания гимназии в 1899 году Шпенглер становится студентом Гальского университета и поступает на математический факультет. В этот период происходит некоторое разочарование в математике и естественных науках, поскольку Шпенглер больше начинает увлекаться философией. Его больше начинает интересовать классики мировой литературы и философии, в частности, немецкой. И он этому посвящает всё свободное время и, в конце концов, переводится на философский факультет, который заканчивает в 1904 году и защищает диссертацию на тему метафизические основы философии Гераклита. То есть таким образом он получает докторскую степень по философии. Через год он оканчивает стажировку в Диссельдорфе и получает звание старшего учителя с правом преподавать историю и математику в гимназических классах. И вот вплоть до 1910 года, 5 лет, он учит детей, собственно, математики, истории. Процесс его учительства прерывает смерть матери, которая оставалась единственным родственником, потому что отец его умер в 1901 году. Ну и, собственно, на правах старшего ребёнка большая часть наследства, всех накопленных в бережении семьи, отходит к Освальду Шпенглеру. Он увольняется с работы и переезжает в Мюнхен. Причём переезжает в такой достаточно богемный район, чтобы уже просто не работать, а заниматься философствованием, писательством, то есть всем тем, о чём он, по сути, своей мечтал с детства. Несмотря на то, что Шпенглер находится в такой достаточно богемной стыге, его не превращает общение ни с художниками, ни с музыкантами, ни с какими-то другими представителями творческой интеллигенции. И, в принципе, он смотрит на всю эту тусовку достаточно скептически, потому что она кажется ему какой-то слишком уж вырожденческой, что ли. То есть Шпенглер, в принципе, в тот период, вращаясь вот в таких кругах, в такой городской среде, вообще начинает маленечко переоценивать значения современного искусства, современной культуры, и постепенно становятся на такие достаточно ультраконсервативные позиции. В этот период ему становится очень тяжело находиться в такой среде. Он закрывается, в основном ведет закрытый образ жизни, но и постоянно критикует и рефлексирует над проблемами культуры современной его Германии. Потому что именно в этот период он приходит к выводам, что европейская культура начала XX века переживает огромный кризис. И именно этот толчок, он служит основной идеей для того, чтобы написать книгу. И вот в 1917 году, вон, в нее заканчивается эта книга, это знаменитая его работа «Закат Европы», где как раз отражены все вот эти вот, с одной стороны, личные взгляды Шпенглера на процесс культуры Западной Европы. Ну и в том числе, да, мы должны понимать, что Шпенглер как продукт того общества, тех социальных отношений, тех экономических отношений, он хотя и выражает свою собственную позицию, однако если посмотреть других авторов, например, испанского философа Хосе Артегу и Гассета, да, с его знаменитой работой «Восстание масс», который тоже достаточно консервативен в своих взглядах, в принципе, это все совпадает и попадает в общую такую канву мыслителей, которых принято называть идеологами консервативной революции. Ну то есть это такие, можно сказать, ортодоксы, которые стоят на позициях возрождения вот такой вот старой культуры, старой философии, потому что все, что новое, им кажется вырождением и это находит отклик у многих жителей Германии, если мы говорим о работе Шпенглера, закатки Европы, потому что совпадает мироощущение граждан, политиков, консерваторов вот с такими вот умозаключениями, которые Шпенглера в этой работе проводят, о ней поговорим чуть позже. Работа становится настолько популярной, что она еще при Шпенглере терпит несколько переизданий, но тем не менее все равно критики находят в ней множество белых пятен, вот, и Шпенглер в 1912 году задумывается о втором томе заката Европы, ну, чтобы, во-первых, уточнить категории и понятия, которые он там ввел, и учесть всю ту критику, которая имела место, всю ту критику первого тома. Ну, он прерывает работу над вторым томом, второй том, в принципе, издается, но нужно понимать, что это неоконченная работа, то есть Шпенглер ее не завершил, потому что переключается на работу история человека со времен его происхождения, который тоже не завершает. Не завершает по ряду причин. С одной стороны, это, опять же, его, знаете, вот душевные метания и терзания, вот, его вот этот... скептицизм, причем не только по отношению к окружающему, но и по отношению к себе, не считает эти работы идеальными, в общем, это такая, можно сказать, личная предустановка здесь сыграла свою роль, но, тем не менее, эти работы, они считаются незаконченными и недописанными. В 1932 году, когда все эти процессы с приходом нацистов в власть происходят, Шпенглер голосует за Адольфа Гитлера, при этом, кстати говоря, что нужно иметь в виду, в отличие от Хайдегера, он не позиционирует себя как явный сторонник национал-социалистической партии, однако считает, что это движение нужно поддерживать, поскольку оно несколько коррелирует с его собственными жизнями, с гадами и установками. При этом, да, он отказывается от публичных выступлений, публичных прославлений, Стамб и Гитлера, в частности, и даже отказывается от предложения Геббельса выставить встречу о великом небо Стамбе. Но на личную встречу с Гитлером он приходит, и, кстати говоря, это во многом повлияло на дальнейший его поворот в отношении к Геббельсу, потому что в публичном общении с Гитлером Шпенглер понимает, что этот человек достаточно недалекий, видит, что все те цели, которые преследует Гитлер в лице Стамб, это цели достаточно популистские, то есть риторика, которую они берут на вооружение, она по форме совпадает с тем, о чем, думаю, разрушает Шпенглер, но содержание его не устраивает. Тем более он замечает, что книга «Закад Европы», которую консисты так сильно полюбили и восхваляли, и положение которой начали выстраивать свою политику, прочитана, собственно, главным идеологом партии СДАП, достаточно криво. И, ну, как сам Шпенглер отмечал позже, Гитлер прочитал «Закад Европы» на уровне аннотации к этой. То есть абсолютно не поняв ничего из того, что Шпенглер хотел сказать. Поэтому через год, в 1933 году, выходит следующая работа Шпенглера, она тоже ключевая, называется «На годы решения», которая, с одной стороны, развивает идеи «Закад Европы», то есть рассказывает о том, как же нам возродить европейскую культуру, и о том, что германская нация должна стать основой этой европейской культуры, но при этом она содержит очень множество политических пассажей в адрес нацистов. Ну, вот, например, цитата «К власть пришли люди, убивающиеся властью и стремящиеся увековечить то состояние, которое пригоден для обновения. Правильные идеи доводятся фактически до самоуничтожения. То, что вначале обещало величие, заканчивается трагедией или фарсом». Ну и, собственно, после таких высказываний в этой работе Геббель с 5 декабря 1933 года дает официальное указание прессе, которое можно процитировать следующим образом. Нежелательно вести дальнейшую дискуссию о Шпенгеле. Правительство просит больше не упоминать имени этого человека в печати. И Шпенглер отвечает это тем, что в своей терминологии определяет национал-социализм так, как его видят идеологи НСДАП, как расовый идиотизм, чьи методы пытки, грабеж, убийства и законы. В 1935 году Шпенглер разрывает отношения с архивом Ницше, аргументируя, что либо философия Ницше, либо философия архива Ницше. И если они противоречат друг другу, то следует сделать выбор. И, конечно же, выбор его падает именно на Ницше, на философа, которого он любит и уважает, а не на трактовки Ницше, которые предлагают нацисты. Потому что мы с вами должны понимать, что хоть Ницше и был использован нацистами как идеологический источник. Все-таки философия, даже касаемо сверхчеловека, у Ницше представляет собой нечто другое, нежели бы вкладывали вот в это понятие губерменш, национал-социалист. И, собственно, Шпенглер это видит, замечает, потому что Ницше он знал практически отворки к отворке и не хочет участвовать в нацификации, как он говорит, этого философа. Ну и, собственно, на нервной почве, на вот этой травле, которую устраивают нацисты своему бывшему великому философу, обозначившему вектор развития Великой Германии, в 1936 году, в ночь с 8 на 9 мая, умирает во сне. Причины оказываются две, неясно, какая из них верная. Либо у него сердце останавливается, либо он выпивает большую дозу морфина и таким образом как бы умирает во сне, то есть окончает жизнь самому. То есть тут две разные версии, какая из них. Правильно я сказать не могу, но могу предположить, что если бы Шпенгер в 1936 году не умер, то, наверное, он бы однозначно покончил с собой, потому что он бы во всю во всеочию видел бы то практическое выражение его идей, которое последовало в 40-е годы. Вот по этой части, пожалуйста, вопросы теперь. Ребят, вопросы будут или продолжать, можно? Продолжаю, Яков. Собственно, ключевыми личностями, которые повлияли на философию Шпенгера, их три. Конечно же, это Диаганн Вольфом фон Бёте. Но я думаю, что всем известно, что Бёте был не только классиком немецкого романтизма и автором знаменитой поэмы Пауст, но и философом, а также занимался научным изысканием. То есть, по сути, в отличие от прочих мыслителей эпохи просвещения, Диаганн можно было назвать таким последним представителем возрожденческого универсализма, потому что он действительно хотел заниматься и занимался разными областями. То есть, искусством, и наукой, и философией. То есть, в чём заслуги вообще Гёте, и, в принципе, я считаю, нужно о них напомнить, это то, что Гёте, во-первых, он составил первую биологическую карту Германии, потому что он плохо разбирался в минералоге, и, в принципе, высказал догадки о влиянии рельефа на культуру разных народов. Плюс ко семью Гёте впервые задумался о эволюционном развитии растительного мира. То есть, он, так же, как и Дарвин, заметил ряд общих черт у растений и таким образом положил, что должно существовать какое-то растение первопредок, которое дало несколько веток развития. И, собственно, в этом плане он тоже в становлении эволюционной теории вложил свой вклад. Кроме того, его философия, она, в принципе, заключала таких два важных постулата, которые Испешпенглер тоже брал на вооружение. Это то, что, во-первых, искусство является подражанием природы и жизни людей. то есть, таким образом, можно перевести это на поле современный язык, что искусство, оно социальное. То есть, искусство это есть подражение, во-первых, с одной стороны, природных условий. Ну, мы с вами не можем встретить в северных культурах таких вот открытых типов зданий, открытой крыши, например, или с бассейном, потому что климат не позволяет. Не можем встретить на юге здания с слишком закрытыми помещениями, потому что там, наоборот, нужно, чтобы все продувало, дул ветер, и чтобы была подклада, то есть, как правило, более открытые пространства в архитектуре встречаются. Это если, например, архитектуры разбирать. Далее, что Гёте нам предлагает то, что, во-первых, появляется категория эстетики, что Гёте замечает, что главная цель искусства и высшая цель искусства – это красота, то есть, получение эстетического удовольствия. Ну, и в том числе он выступает с критикой немецкого романтизма за отрыв от жизни и излишний мистицизм. Собственно, его произведение «Фауст», оно как раз в художественном виде показывает недопустимость отрыва художника от действительности. Кроме того, Гёте, как философ, утверждает, что процесс развития происходит через отрицание старого, отжившего и постепенным эволюционным путём движется, минуя резкие и скачкообразные переходы. То есть, он такой эволюционист во всём. Постепенная, поступательная эволюция от нившего к высшему в любой сфере, в том числе в культуре, в социуме и так далее. Прямая цитата. Кто хочет высшего, должен хотеть целого. Кто занимается духом, должен заниматься природой. Кто говорит о природе, должен брать дух в качестве просылки или молчаливо предполагать его. Но тут явно прослеживаются уши того же самого Гегеля, потому что здесь Гёте стоит на позициях объективного идеализма. Как философ, говоря о том, что есть некоторая высшая цель, высшая предзаданность всего. И чтобы познать истину, то есть познать нише, познать целое, ты должен к нему стремиться и со всех точек зрения с разных позиций, с разных наук это целое познавать. сочетание междисциплинарного подхода с объективным идеализмом. Следующий мыслитель, который повлиял вышеупомянутый Клирих и Угель Ницше, что здесь важно для того же Шпендлера, это то, что Ницше строит свою философию на следующих, я условно разделил 8 ключевых тезисов. Первое, что метафизика бытия становления истины никак в соответствии идеи действительности и не может считаться антологическим основанием мира, а становится частной ценностью. Ну то есть он говорит о том, что объективные истины уже сегодня не существуют, а истина приходит в раздел не философских категорий, а философской области этики. То есть истина становится этической категорией. Из этого Ницше говорит, что ценности делятся на здоровые и упадочные. И собственно эти ценности они выражаются в знаках. Вот это важно, поскольку знаковые системы, об этом в это же время примерно начинает говорить французский олимпист Фердинандо Сассюр. Это в принципе открытие как раз этой эпохи. И Ницше здесь не оригинален, то есть начинает пониматься язык как система знаков, культура как та же самая система знаков. И вот Ницше он как бы говорит о том, что ценности это собственно те смыслы, которые выражаются в искусстве, в широком смысле в музыке, в архитектуре, в каких-то ценностных первозрительных установок. И вот они делятся на здоровые и упадочные. Кроме того, он говорит, что здоровая культура основывается на существовании двух начал, то есть дионисийского начала, такое природное начало, ассоциируемое у Ницше с хаосом, с таким весельем, с безудержностью, с эмоциональностью, то есть такое, можно сказать, более архаическое начало. И аполлоническое начало, то есть более такое разумное рациональное. И вот эти начала, они в такой связке, можно сказать, диалетической существуют, и дают синтез в виде здоровой культуры, то есть они друг друга должны равновесить, чтобы получилась здоровая культура. Но поскольку Сократ, как говорит Ницше, отменил изгнал диалетическое, то европейская культура начинает развиваться, развивать свой только аполлонический аспект, что приводит к тому, что возникает кризис европейской культуры. Это тоже важный элемент, который берет Ницше Шпенлик. Кроме того, все слышат, что Ницше постоянно утверждает о том, что Бог умер, но Бог умер это не правоизвещение такого атеизма, а Ницше говорит о том, что во-первых, было утеряно доверие к метафизике и к чувственному утрату того самого дионисийского начала. И, собственно, это тоже приводит к кризису, потому что христианское учение, как говорит Ницше, оно само привело вот к такой ситуации, поскольку обращалось исключительно лишь к потусторонней области человеческого бытия. Грубо говоря, Бог задохнулся в богословии, а нравственность оторванность от практики жизни произошла. И поэтому нужна переоценка ценностей, чтобы эти ценности вернуть в общественное поле, чтобы они вновь стали рабочими, чтобы возродить культуру. Нужно, чтобы эти ценности отвечали собственно реальной картине. Также Ницше утверждает, что в бытие есть вечное возвращение, то есть постоянство обретается через постоянное возвращение к одному и тому же. Мы сейчас увидим, как у Шпенгера эта концепция перерабатывается. И собственно бытие формируется при помощи воли к власти. То есть воля к власти у Ницше это организующий принцип бытия и приведения разрозненных частей в целом. При этом воли ну не только человеческой то есть можно сказать что Ницше бы сказал что организм существует потому что нервные импульсы нервных окончаний передачи информации от одной клетки к другому осуществляют свою волю к власти. То есть это достаточно абстрактная категория. Также абстрактная категория у Ницше почему его так легко перерабатывать на свой лад потому что Ницше это такой вообще афористичный философ то есть он любит говорить афоризмом но не всегда поясняет что он имеет ввиду. Но вообще если мы говорим о сверхчеловеке то для Ницше сверхчеловек это тот который преодолевает как раз вот эту дробность своего существования и возвращает себе мир в целом то есть он познает как раз таки вот этот опять же метафизика предзаданность этого мира высшую цель всего. но сверхчеловек это смысл земли как пишет Ницше в котором природа находит свое антологическое оправдание и вот этому сверхчеловеку Ницше противопоставляет последнего человека то есть это выражение всего человеческого человека который забыл свою сущность отдав ее на откуп звериному пребыванию в комфортных условиях ну можно сказать что Ницше в каком-то смысле говорит о потребителе и обывателе в широком смысле то есть о том что есть какая-то высшая раса а есть просто люди которые внутри себя открывают высшую цель высшее благо стремятся к нему а есть люди которые просто комфортно существуют потребляют ничего не делают и вот собственно это приводит к рождению ну нацисты сами понимаете как переработали эту концепцию благо метафоричность языка Ницше позволяла это сделать но Шпенбер он как бы достаточно точно все эти концепты перерабатывает в своей философии то есть он говорит о том что культура она действительно вырождается то есть сверхлюди становятся последними и то что действительно нужна переоценка ценностей и последним да вот таким ключевым персонажем в жизни Шпенбера являлся Алавис Адольф Рилли малоизвестный у нас в России философ вот но он был научным руководителем Шпенбера и чем интересен тот же самый Лейс Рилли тем что он как бы с одной стороны утверждал о том что нужно избавить философию от метафизики то есть он был таким ближе к материалистам все таки но опять же он утверждал что и материализм тоже есть та же самая метафизика потому что вырастает из нее то есть является закономерным развитием идеалистической философии то есть он на таких пограничных позиций стоит при этом Лейс Рилли известен тем что он один из первых задумался о том что ощущение оно само по себе есть социальное то есть как он пишет ощущение раскрывает реальность внешнего мира и совокупность и переживания индивидов то есть это социальное доказание реальности эмпирического то есть он вводит такое понимание как социальное измерение которое для него является концептом разума то есть формированием опыта которая есть социальный факт и он настаивает этой позиции что понимание реальности то есть мировоззрение это сочетание физических и психических проявлений восприятия которая представляет собой единую целую субстанцию. Ну, то есть можно сказать, что он предвосхищает такие понятия, как, например, которые у Юнга, например, имеются. Например, коллективное бессознательное, у Шпенглера – это дух культуры, у наших, например, современных культурологов российских, как понятие «менталитет», например, это примерно то же самое. И он основывается на кантианском понимании свободы воли и нравственного закона, как универсального закона всех разумных существ, источником которого является самопознание. Если всё это обобщить, то, собственно, мы и получим в себе представление о философии Шпенглера. Потому что, как я уже говорил, от Гёдова берёт категорию, во-первых, эстетики как подражания природы. Вообще, в принципе, жизнь человека как подражания природы берёт концепцию «Единство тела, духа, разума и чувства», берёт концепцию такого эволюционного развития всего-то в жизни. У Рилли он берёт знания о реальности, в которой есть факт общественных чувств и представлений. Также он берёт у него, что человеческая воля организует эту реальность и берёт оттуда тоже категорический императив Канта, о котором мы уже говорили. У Ницше он берёт воля к власти как организующий принцип. Также он берёт у Ницше символическую сущность культуры, переоценку ценностей, идти сверхчеловека как единство тела и духа. Ну и немножечко перерабатывает концепцию полонического идеи, идея Ницейского начала в культуре человека. Вопросы по этой части, пожалуйста. Тогда у меня вопрос. Как вам кажется, на каких идеях тут будет вылезать национализм? Я думаю, что идеи национализма в данном случае для Германии того периода вполне актуальны и закономерны. Государство, сложившееся буквально недавно как единое государство, государство, державшее победу до мощнейшей европейской державы, как Франция, имеющая регулярную армию, колоссальное наследие в виде немецкой классической философии, деятелей культуры и так далее, и тому подобное. В общем, все по совокупности, я думаю, формировало у всех немцев идею суппревосходства. Мне так кажется. И Дмитрий совершенно прав, потому что на самом деле вот эта идея прусского социализма, зачеркиваем слово социализм, подразумеваем национализм, но есть такая, собственно, идея, которая называется прусский социализм, которую, кстати, Шпендлер и разрабатывал. У него даже есть отдельная статья, рекомендую почитать. Очень много интересного вы знаете, если бы не читали. Собственно, она же не нова. То есть, мы должны понимать, что философия, так же, как и любое другое явление культуры, а культура есть надстройка над экономическим базисом, да, это, по сути, ответ на запросы той общественно-экономической ситуации, которая складывается. То есть, философия Шпендлера та же самая, да, это закономерное, но ее появление, оно закономерное. Это ответ на запрос. Причем, неважно, специально ли Шпендлер писал, чтобы удовлетворить, так сказать, этот запрос, или он интуитивно до этого дошел, да, потому что он являлся представителем той эпохи. Тем не менее, это действительно попытка ответить на вот эти вот запросы, на вопросы, которые встали перед германской нацией в тот период. Ну, во-первых, да, мы можем указать несколько фактов, которые предвосхитили, в принципе, исторических, которые предвосхитили вот такого рода философию. Во-первых, освободительная война в Германии, которая еще по-другому называется франко-русской войной, немножечко нам рассказал, да, которая происходила с 1813 по 1814 год. С одной стороны, да, мы должны понимать, что война – это противоборство, а с другой стороны, война – это, между прочим, еще и культурная коммуникация, если мы говорим терминами культурологии, да, то есть в любом случае при столкновении армий происходит взятие людей в плен, в принципе, да, знакомство с чужой культурой, когда люди приходят на территорию другой страны, они могут ее не принимать, но они в любом случае, да, они как бы становятся участниками вот такого коммуникационного процесса, пусть и насильственного. И поэтому, да, наполеоновские солдаты, которые заражены вот этой идеей свободы, равенства и братства, они же эти идеи как бы приносят в Германию вот эту как раз идею гражданственности, идею не феодальную, вассал, моего вассала, не мой вассал, а идею того, что все граждане равны в своих правах, равны в своих обязанностях и так далее. Плюс ко всему, да, этот же запрос, он исходит с одной стороны еще и от самой Германии, потому что им-то важно свержение ставленников Наполеона, а это значит, что нужно устраивать армию по такому же демократическому образцу, ну, потому что явно французская армия, она как бы более в этом смысле эффективна, потому что выстроена по демократической принципам и поэтому проводятся либеральные реформы таких личностей знаменитых, как Генри Хаштайна, Карла Дандерберга, Герхарда Шернхорца и Карла Клаузи Дейца. При этом, да, не стоит забывать, что и, в принципе, сам XIX век в Европе разбитие капиталистических отношений, увеличение производительности труда, в каком-то смысле даже не у всех слоев, но увеличение качества жизни, он тоже приводит к подобного рода запросу формирования нации, поскольку есть даже такой термин, как эпоха Петер Мейера, которая исторически принято определять как 1815-1848 годы. То есть это эпоха, которая характеризуется вообще, в принципе, запросами на бытовой комфорт, на спокойную обеспеченную семейную жизнь значительной части городского населения, а это именно буржуазия. И либеральные реформы, они, в принципе, отвечают еще и вот этому запросу, что, в принципе, начинает формировать так называемый средний класс и распространять идею вот такого неограниченного прогресса, создавать новые потребности, можно сказать, даже начинать создавать целую культуру потребления и общества потребления. То есть возникает даже проблема некоторого рода свободного времени, потому что становится много обеспеченных буржуа, которые не знают, куда себе деть. То есть появляется всякого рода развлечение, представление в бытовом комфорте. Собственно, то, что и раздражает Шпенгера, кстати говоря, вот это. при этом происходит второй процесс, совершенно другой, увеличение производства, оно усугубляет разделение труда, то есть повышает социальное неравенство. И при этом рабочее время нерегламентировано, детский труд используется, и это все отражается на рабочем классе, которого, кстати, по некоторым статистическим данным к 1849 году в Германии насчитывается около 43,3%. Это способствует радикализации пролетариата, распространению коммунистических, социалистических идей, благо Маркс уже тогда постарался, написал. И вот он, русский социализм, как ответ на все эти процессы. Естественно, автором, родоначальником, можно сказать, этой идеи русского социализма является знаменитый Летофон Бисмарк. Во-первых, Бисмарк, он что сделал? Он попытался вот этот огонек, тлеющий, который мог бы взорвать Германию изнутри, а именно рабочий класс, который недоволен своим положением. Он что сделал? Он сделал очень хитро. Он ввел социальные гарантии. Один из первых. закон 1869 года это закон, касающийся уравнивания в правах конфессии выграждан. Второй закон, который в 1883 году социальное страхование по болезни. Через год социальное страхование в случае увечья. И в 1889 году пенсионное обеспечение по старости. Это при том законы, которые были распространены на всей территории Германии. И если вообще в принципе в черной рамочке у нас есть основные черты германской модели соцстраха указать, то есть это во-первых сохранение воспроизводства квалифицированных работников, соблюдение интересов работников и работодателей, демократичность, прозрачность финансовых потоков и использование как универсального, так и дифференцированного подхода, то есть одинаковая доля числений, социальное страхование для всех категорий занятых сочетается с системой гибких тарифов, дающих возможность возмещать траты на преодоление последствий социальных или профессиональных рисков. Ну к чему такая вот политика Бисмарка приводит? Нет, ну на самом деле она какая-то не пора... Нет, вообще если мы будем говорить еще до возникновения империи, да, то есть вспомните революцию 48-49 года, соответственно выступление рабочих в Берлине и память меняет, прусаки-то достаточно быстро приняли конституцию и ограничили свою абсолютную монархию. То есть их путь, скажем так, стабилизации ситуации, чтобы не повторить негативный опыт той же самой Франции, он приводит к своим результатам к некой социальной стабильности и, скажем так, уверенности у обычных немцев в том, что та система политическая, которая сложилась в Киане, она вполне себе приемлема и идеи национального превосходства немецкого шовинизма вполне вписываются, то есть это такая, скажем так, благоприятная почва для их развития. Смотрите, как у нас, а у нас все хорошо, пусть не быстро, но хорошо, изменения-то есть, есть, значит, движемся правильным путем. Ну, вообще, возможно, вот это социальные гарантии, которые для рабочих появляются, вообще, они должны приводить к недовольству правящего класса, в частности, капиталистов, потому что если деньги куда-то отчисляются из государственных, то у кого-то берутся и у кого-то их количество уменьшается. Соответственно, эти люди, которые имеют непосредственно близкое нахождение к денежным потокам, они будут недовольны происходящим. Нам здесь важно то, что какое-то влияние оказывают именно на более низшие классы, более низшие слои населения. И здесь я с Дмитрием согласен, потому что это приводит с одной стороны к тому, что большая часть населения, а не элита, начинает вот этот курс поддерживать. И, в принципе, это то, что тоже на Шпенглера очень сильно повлияло, потому что вот мы сейчас будем разбирать его работы но я так спойлерну, что Шпенглер он как бы вот стоит на таких консервативных ностальгических позициях, потому что его жизнь, молодая жизнь, когда он еще не был 30-летним человеком состоявшимся, она как раз происходила же в период этого детства, учеба в университете, учеба в гимназии. Она же как раз происходила вот в этот период когда Германия переживает вот это вот величие, стабильность, когда все хорошо, потому что сам же Шпенглер, он не являлся представителем элиты. Он, конечно, не являлся, как Хайдеггер, таким деревенским мужиком, махровым, но назвать его как бы представителем буржуазии или тем более аристократии нельзя, у него отец просто рядовой клерк. Поэтому здесь в основном еще и ностальгия играет очень важную роль, почему Шпенглер все вот это рефлексирует и об этом пишет. Поэтому вот это тоже важный момент, пусть не философское влияние, но влияние вот этой эпохи, оно откладывает свой отпечаток. Ну собственно переходим хронологически к закату Европы. Вообще закат Европы даже до сих пор на культурологических факультетах в университетах изучают. Двоякое произведение, потому что с одной стороны некоторые вещи Шпенглер хоть и наивно но попытался описать, которые получают в современной культурологии развитие. А некоторые вещи там достаточно ну такие, я бы сказал националистические, которые опасны для вашего здоровья. Во-первых, Шпенглер что говорит? Он говорит, что у каждой культуры есть душа. Душа в смысле не та душа, которая у христиан или у мусульман или вообще у верующих. Ну а есть некоторая предзаданность, некоторая высшая цель предназначения. И вот культура она возникает потому, что она преследует какую-то цель. У каждой культуры Шпенглера пишет, что есть своя уникальная автономная цель. То есть по Шпенглеру если мы рассматриваем культуру, мы должны понимать, что Шпенглер настаивает на том, что каждая культура уникальна, развивается автономно от другой культуры, а тем самым межкультурной коммуникации не происходит. То есть Шпенглер не стоит на таких интернационалистических позициях. то есть он либо не замечает, либо умалчивает о том, что культуры на самом деле взаимопроникают друг в друга и вполне возможны ситуации, когда одна культура врастает на обломках другой культуры. Он отказывается это либо признавать, либо умалчивает, опять же, непонятно. Но тем не менее вот по Шпенглеру так. Каждая культура возникает автономно, абсолютно с другой не связана. У каждой культуры есть своя собственная цель. Это душа культуры, то бишь её цель. Она выражается в трёх вещах. Во-первых, это образ эпохи, гештальт, то есть есть некоторая целостность, некоторый смысл. Есть душа культуры, она же выражается в просимволах, то есть просимволы это та предзаданность символическая, которая соответствует душе культуры, то есть это искусство, мифология, идеал ценности, научное изыскание, а также совокупность просто рядовых символов, которые присущи обыденной жизни. мы бы сегодня сказали какие-нибудь социальные ритуалы, но ритуалы не в том смысле поклонения духам, а ритуалы в смысле этикета, например, или проведения каких-нибудь официальных мероприятий, праздников и так далее. При этом он делит душу культуры на три типа. Первый это, конечно же, по-нитши-аполонический тип, то есть культуры основаны на рациональном познании действительности. Магическая культура, то есть культура, которая по сути отвечает такому такой нитшанской категории, как дионисийская, потому что обращается именно к метафизике, к чувственному, к эмоциональному. И фаустовская. Ну, как вы понимаете, фаустовская культура, это опять же отсылка к Гёте, это, естественно, вся европейская культура, немецкая. Здесь важно еще что, да, вот здесь вот некоторые культуры, если бы я размещал все, которые он выделяет, мне бы слайда не хватило, я лишь только некоторые пометил закат Европы, мы его арабскую культуру, например, Шпенглера свою концепцию здесь разворачивает. Вот возьмем, например, греческую культуру, которую он считает раполонической. Он считает, что про символом греческой культуры является тело, ну, и на примерах государственности искусства показывают, что действительно про символ греческой культуры это тело, ну, например, он говорит о том, что государство как бы символически выражается в совокупности тел граждан одного поля. А космос, да, порядок тел, культы, которые проводят, ну, культовые обряды, то есть религиозные обряды типа сожжения тел, сожжение тела это только такая греческая специфика, но опять же у меня такое впечатление складывается, что Шпенглер совсем забывает про персов, у которых был зареастризм, где ритуальное сожжение тела тоже было одним из таких вот культовых мероприятий. вот, ну, либо это его недосмотр, либо что, либо просто из данных на тот момент. Ну, то есть, мягко говоря, сегодня вот эта вот концепция культурологическая Шпенгера, деление вот на вот эти типы культуры, она не выдерживает критики, но нам она интересна, почему, потому что вот если мы внимательно обратим внимание свое на европейскую культуру, то европейскую культуру Шпенглер ассоциируется таким символом, как бесконечность, знак бесконечности. Ну, она говорит о том, что европейцы занимаются вечным поиском истины, они всегда открыты к новому, они любят путешествовать, у них очень много прорывов в науке и, конечно же, стремление к самореализации. Вот здесь очень важный момент, вот если, например, даже в каком-то смысле с типологией древнегреческой античной культуры как культуры телесной, я еще могу согласиться, но потому что у греков действительно очень много внимания было уделено телу, древнегреческой те принципы, которые характерны для европейской культуры какого периода, кто мне скажет, вот в каком периоде европейской культуры вот эта вся появилась тяга к путешествиям, к наукам, хорошо, какой общественно-экономической формации принадлежит вот именно вот это изменение, конечно, для капитализма эпохи великих географических открытий. Ну так именно в эту эпоху географических открытий капитализм начинает постепенно развиваться в Европе. То есть он берет ценности современной капиталистической действительности и переносит их на типологические черты, как бы изначально присущие европейской культуры. То есть это очень важно, кстати. То есть мы здесь видим уже некоторую такую идеологизацию. Потому что если мы возьмем, например, то же самое ценности средневековой Европы, они будут у нас по его же концепции в разделе магическое. И также могут в символ, который он для мусульман определил, пещера, они туда могут совершенно спокойно воткнуться. но он берет именно капиталистическое отношение к действительности, потому что он сам продукт этой капиталистической действительности. Это важно. тем не менее он замечает, что культура, она как бы циклична. Опять же, обратив внимание, цикличное представление у Шпенгрина, культура имеет свое рождение, младенчество, юность, зрелость, смерть и цивилизация. смерть, которая выражается в цивилизации. То есть таким образом Шпенгрина противостоит это, кстати, очень показательно, потому что современная буржуазная культурология до сих пор стоит на этих позициях. В каком-то смысле с этим можно согласиться, если мы, например, под цивилизацией понимаем сугубо массовую культуру. Ну, то есть культуру развлекательную, поп-культуру, культуру сверхпотребления, культуру, ну, опять же, процесс перепроизводства каких-то товаров. Если мы понимаем именно вот эти вещи под цивилизацией, тогда с Шпенгером можно согласиться. Если мы все-таки стоим на материалистических, потому что культура у нас делится на духовную и материальную, но духовная у нас, естественно, это всевозможные ритуалы, в том числе о матерической деятельности, то тогда развитие такое бессмысленно, потому что человек из ресурсов на природу с точки зрения культуры есть культура, но при этом если не создательный аспект, потому что атомную бомбу, например, культурой назвать нельзя, потому что она ведет не к созиданию, не к увеличению социальных благ, не к накоплению социальных благ, не к улучшению общественной жизни, а наоборот к разрушению, то есть здесь проводится вот такая граница, и Шпендлер просто рубит топором и разделяет цивилизацию и разделяет культуру, то есть это, кстати, очень тоже показательно, потому что он-то именно как раз использует термин цивилизация в латинском значении, то есть цивилизация это же от слова civitas, то есть городская, город, который сотрет вообще все границы, все превратятся вообще в такую безликую серую массу городского плебса, который ни к чему не привязан, никакой территории, все это с другом смешаются, все это плохо, все это приводит к вырождению, вот. А культура это как раз то, что предзадано вот этот вот смысл нации, смысл существования этой нации, миссия этой нации, которую нужно выполнить. И, собственно, какие вот идеи еще в данном произведении Шпенглер высказывает. Во-первых, он, как я уже говорил, утверждает, что все культуры рождаются, развиваются, переживают свой рассвет, независимо друг от друга, и между ними нет взаимодействия, каждая культура уникальна. Во-вторых, культура напрямую связана со стремлением к власти. То есть великие личности осуществляют свою волю и власть и тем самым приумножают культурные достижения и увеличивают культурное влияние. Третий пункт, культура умирает и вырождается в цивилизацию, когда выполняет свою историческую роль. Четвертое, современная ситуация в Европе показывает, что европейская культура перешла на цивилизационный этап. И поэтому Европе нужен новый дух и новый лидер, новая цель, чтобы возродить культуру. Вопросы? Замечания? Или добавление, дополнение? Может быть, кто-то кроме меня еще Шпендлера читал? Надо полагать, под культурой Шпендлер понимает этнические особенности той или иной нации, связанные с уникальностью ее развития. Я так понял, что это не имеется в виду духовная культура в виде искусства какого-либо в проявлении искусства. Имеется в виду культура построения общества. Я правильно понял, нет? Вы правильно поняли, я даже больше скажу. Культура, по сути своей, это и есть построение общества. И здесь как бы, ну, никакое разницы со взглядами Шпендлера даже не скажут марксисты, потому что культура это, в принципе, одна из немногих категорий, которая отличает человека от животного. Потому что культура это вообще продукт социального взаимодействия людей. Вот. Ну, люди с друг другом взаимодействуют, начинают что-то делать, если простым языком говорить. они начинают из природных материалов, из природных ресурсов формировать какие-то объекты, например, строить дом, например, или из природного, первозданного материала, например, железа, они выковывают совершенно иной объект, например, железный меч. Таким образом, да, как вот говорил еще античный автор Цицерон, культура это вторая природа в природе, то есть мы берем из первой природы материал, из него делаем что-то свое, получается сугубо продукт человеческой деятельности. А ведь государство и все вот эти вещи, типа экономики, это же тоже продукт человеческой деятельности, поэтому это тоже культура. У животных нет культуры, поэтому открываются новые данные по социальному взаимодействию тех же самых высших приматов, оказывается, что и у них есть сознание так же, как у человека, пусть оно на уровне трехлетнего ребенка, но оно есть, что они обучаются каким-то базовым вещам из серии взять там палку и сбить тот же самый кокос с пальмой. Некоторые обезьяны даже более того, они научились учить своих детенышей, как правильно мыть орехи в воде соленой, японские макаки, по-моему. То есть мы видим, что животные, в принципе, высшие животные, они на каком-то уровне даже похожи на человека, но единственное вот того качества, которого нету животных, у них нет культуры, потому что культура это не просто взаимодействие с миром природы, это еще и подстраивание этого мира под природу, под себя. Поэтому в данном случае здесь Шпенглер ничего нового не говорит, он прав. Тут вопрос в другом. Культура у Шпенглера она завязана на такой категории, как стремление к власти. То есть таким образом культурно облагородить ландшафт и культурно облагородить окружающую действительность может сильная личность, вокруг которой концентрируется человеческий ресурс, социальный ресурс и так далее. А это уже идеалистическая концепция сама по себе, потому что здесь роль личности в истории она ставится как бы выше общественного процесса. То есть вот в этом здесь загвоздь. Шпенглер идеалист в этом смысле. Он все заслуги и все достижения культуры в том числе приписывает именно отдельным великим личностям. забывая, что эти личности они как бы свои открытия основывали вообще-то на объективных процессах общественного развития. Просто кто-то не заметил, а они вот взяли и заметили. Потому что все эти процессы что в науке, что в культуре, они происходили и происходят постоянно, независимо от того, обращаем мы внимание на них или нет. Что получается, он берет просто временной промежуток очень удобный для себя, то есть как для немцев. Конец 19-го века, начало 20-го века, когда вообще Европа, то есть был пик развития технологического в Европе. И с помощью этого он как бы видимо хочет показать, что раз технологическое развитие и культура материальная в Европе находятся на пике, то есть что и этим как бы обосновать превосходство над другими народами. Мне кажется, забывая, что например какой-нибудь Китай на протяжении тысяч лет был более развит, чем Европа и только лишь 150 лет был менее развит. опять же не берет другой временной промежуток, который ему неудобен. Ну, я согласен, но более того, если посмотреть, книга же написана в 1918 году, а что у нас происходит в 1918 в 1918 году. Дмитрий, помогайте, пожалуйста. Первая мировая война закончилась. Конечно. Первая мировая война закончилась, Германия в кризисе. Она только-только чувствовала себя великой нацией, а тут ей как бы показали, что она не очень-то и великая. Это вообще книга, это диагноз. Я больше скажу, там был очень интересный такой феномен по поводу, кстати, скажем так, влияния средств массовой информации на массы. Многие газеты в очень обтекаемой форме постоянно говорили об успехах на фронте. И вроде вы знаете как, и так же складывалось такое, скажем так, ошибочное впечатление о том, что, ну, вроде как все даже очень даже ничего. А потом происходит очень интересно. Получается, Кайзер отрекается и, собственно говоря, к власти приходят представители Веймурской Республики и уже представители Веймурской Республики подписывают позорный мир. И вот этот вот разрыв мозга, который случился у немцев на тему такой вот типа погодите, стопе при Кайзере это все нормально вроде было, мы даже побеждали. Потом какие-то пришли либералы непонятные к власти и все стало плохо и подписали еще позорный мир и великая нация Гегеля немецкой всей классической философии Вагнера униженная опозорена, единственная признанная виновницей соответственно Первой мировой войны. И, конечно, у них скажем так как это даже так сказать им был категорически нужен человек исторически который вернет немцам уверенность в себе ну как как великой нации скажет им немцы великой нации вы забыли об этом давайте вспомним вот и вообще я считаю что приход власти Гитлера в общем это был прям я не знаю он был предрешен однозначно потому что идеи его очень хорошо легли в голову масс которые хотели возродить обычный среднестатистический немец очень хотел вновь увидеть себе представителя великой нации не оскорбленной не униженной именно великой и тут такая перспектива им тут такое предлагали собственно говоря вот как-то так там же получается он лег как бы тоже хорошо на эту почву он собственно и предвосхитил это все и более того сыграл тоже на чувство вот этого движенного немца там же как раз в 18 в 19 году эта концепция становится об ударе ножом в спину как раз и еврейский вопрос начинает подниматься как раз после поражения Германии в первой мировой войне из-за того что поражение наступило не на фронтах а в тылу и вроде боев на территории Германии не было а война проиграна ну да но справедливость ради скажу что если там национализм и пособничество в каком-то смысле идеологическом оснащении нацизма такой вот мощной идеей Шпенгера еще можно обвинить но в антисемитизме его обвинить нельзя потому что это один из таких краеугольных камней по которым он разошелся с теми же нацистами что Шпенгер категорически не принимал позицию именно расового разделения то есть Шпенгер стоял в данном случае на более консервативных позициях национального самоопределения и национальной автономии но он именно в понятие нации вкладывал именно классическое понимание то есть это единство языка образования культуры общей и так далее а кто-то там по крови собственно ему было вообще абсолютно по боку и неважно и именно в этом смысле он упрекал нацистов в том что они как бы ну именно национал социалистов нацистов германии и еще именно поэтому Шпенгера начали травить здесь же еще врачи начали подбрасывать дров в огонь так сказать вот всю эту печку путем развития идей Евгеники и прочего кстати самый интересный факт я не знаю вот точно это исторически по-моему зафиксировано что первые стерилизации бедных слоев населения происходили в Нью-Йорке а именно в больнице Ник в последующий там врач поехал уже в фашистскую Германию так сказать с лекциями о Евгенике вообще как бы идея расовой чистоты да она же тоже была взята на вооружение из потолка она изначально касалась как раз тоже сначала просто население Германии либо каких-нибудь наркоманов алкоголиков ну в общем социальных элементов ну и скопом еще людей с какими-то врожденными заболеваниями вот сперва с них начали то есть ощущать общество неполноценных людей а впоследствии закончили уже расовым разделением людей на низшие нации рас людей нация господ ну собственно ключевая работа вот сейчас мы разберем и вы сразу скажете или про себя подумаете что здесь прям вот понятно откуда у кого нацисты брали ну конечно не только у Шпенглера но у него очень прям в отличие от Хайдегера Шпенглера хоть он и идеологически враждебен его читать очень приятно у него все четко ясно понятно по полочкам разложено особенно вот в статье «Прусачество и социализм» во-первых прусский социализм для Шпенглера это социализм долга служение целому высшей идеи социализм целого государства нации но ни одного класса но понятно статья написана это уже когда когда в России это уже революция два года как совершена вот и поэтому Шпенглер он здесь противопоставляет большевизм и собственно социализм а социализм у него может быть только прусский во-первых здесь что стоит отметить в этой статье Шпенглер не дает экономической трактовки социализма потому что он это сразу оговаривает экономический социализм это уравнительный порыв черни ну то есть вот этих всех рабочих которые собственно что-то какие-то права требуют забывая о высшей идее нации о возрождении этой нации то есть раскачивают лодку как вы сегодня сказали вот и плюс ко всему да русский социализм предполагает сохранение института частной собственности наемного труда ну как мы с вами понимаем это не может быть социализмом но Шпенглер определяет это как социализм плюс ко всему Шпенглер указывает что он опасает статаризации нации экономического уравнения и недостатка уважения к частной собственности что здесь интересно и это еще второе положение по которому у Шпенглера с нацистами дела не совсем сложились потому что Шпенглеру постоянно казалось что нацисты пытаются пролетаризовать национал социализм они пытаются включить туда элементы которые не способны вот к такому творческому порыву то есть они могут служить только ресурсам вот а они туда каких-то рабочих набирают непонятно зачем в эту партию вступать вот короче он в этом смысле маленечко так это косо посматривал и и что самое интересное да вот производственные отношения по русскому социализму которые в этой программе на принципах иерархии и профессиональной чести а рабочий хозяин производства и организатор производства они исполняют свой долг трудясь в отведенной каждому нише то есть это такая стратовое общество прям очень очень сильное и ведение производства как квази государства но здесь можно сразу провести параллели да что вообще-то концепция русского социализма Шпенглера она близка к экономическому принципу фюрерства немецкого экономиста и социолога Зомбарта который был кстати тоже одним из идеологических источников нацизма кроме того Шпенглер здесь идет еще дальше и вообще в принципе кратикует даже частично экономическое усреднение с помощью фискальной политики именуя это налоговым большевизмом о как налоговый большевизм комментарии пожалуйста или свои мысли как вам кажется что еще нацисты тут взяли отсюда из вот этой вот вещи можно добавить тут получается он социализм как бы занимается демагогией и словом социализм как бы описывает по сути не социализм а фашизм в том плане что вот про одну лодку как раз очень хороший пример что не раскачивайте лодку мы в одной лодке и пытаться приравнять интересы разных классов к одним то есть что и у капиталистов и у рабочих одни интересы ну как я понял так это на примере Италии можно взять пример вот цитата из работы фашиста Майкла Мана сельские районы были достаточно разнообразны где-то царили крупные землевладельцы где-то небольшие крестьянские хозяйства однако во всех областях охваченных фашизмом было хорошо развито гражданское общество плотная сеть добровольных неформальных объединений таких как кооперативы или профсоюзы он заключает фашизм развивался там где гражданское общество было всего сильнее и фашистская партия мобилизовала уже существующие добровольные ассоциации какие мысли по этому поводу да то же самое почти то я хотел немножко сказать то есть получается идет объединение тех людей которые у которых разные интересы то есть в этом плане солидаризм корпоративизм такие элементы фашизма ну да вот эти да социализм солидаризм как идея и вот если мы например заменим здесь просто слово прусский на национал то у нас реально получится просто национал социализм это в принципе те положения которые крепко накрепко просто вошли в концепцию национал социализма потому что вот эта идея солидаризации капиталиста угнетателя с рабочим классом угнетен где оба трудятся на благо великой нации но каждый по-своему это живот то же самое то есть конечно Шпенглер не называл это национал социалист он лишь как бы пытался призывать к реставрации той ситуации которая была в кайзеровской Германии но по сути это стало основой третьего рейха ну и собственно дальше что он говорит он говорит о том что вождь является сильной личностью которая вершит суть мира и она как бы является центром который вокруг себя аккумулирует объект то есть масса то есть вождь это централизованный политический субъект а масса людей это объект то есть они своего мнения и решения по каким-то государственным вопросам не имеет как он пишет массы это инструмент творения великого государственного мужа и посерединке у нас находятся инструменты воздействия на массы это собственно власть ну здесь явно диктатура да воля тоже диктатура а также всякого рода средства массовой информации пресса выборы и так далее ну то есть он как бы говорит о типичной вот такой вот вождейской схеме но вот такого в современном варианте который используют все современные на тот момент способы передачи информации плюс ко всему Шпенглер он находил неразрывную связь орденской идеи тевтонского государства с русским социализмом на этом же принципе выстраивалось орденское государство в государстве под эгибой СС где фундаментальную роль играли именно апелляции к образам тевтонского ордена получается такая историческая негативизация как бы власти которая придет ну то есть нацистская власть очень удобно это использовать как легитимизацию для себя то что как бы в прошлом там для них великий там тевтонский орден использовал похожую структуру я думаю тут логика еще куда интереснее вот сейчас Яковс акцентировал на этом внимание так это же самый натуральный косплей реконструкция и при том реконструкция я бы даже сказал очень интересная в каком плане то есть перенесение в условиях современного капиталистического общества принципов феодальной иерархии которая построена как это ни парадоксально на личном авторитете то есть в средние века не было понятия должностного лица и вообще понятия чиновника какового не было да существовала вот эта вот вассальная связь между определенными ступенями иерархии и это еще не все и отношения допустим между вышестоящими и нижестоящими они строились на авторитете то есть грубо говоря все все аристократы и король аристократ к примеру и самый маленький рыцарь они оба рыцари функциональным феодальном смысле они оба аристократы и военных уставов нет и отдавать приказы король не может он может очень вежливо попросить и если его авторитет достаточен то на его вежливую просьбу незамедлительно отреагирует то есть когда роль личности исторически вот в этой иерархии играет действительно огромную роль то есть именно личности именно личного авторитета да потому что капиталистических понятий государства чиновничества воинских уставов и так далее их просто не существует вот очень интересно ну для фашизма вообще то есть когда говорят о том что архаических элементов с капиталистическими в данном случае сделали вот так но разные фашизмы они же любят архаики так понимаешь ну просто когда говорят о том что фашизм это только лишь здесь нужно иметь ввиду что они еще в какой-то степени отказались даже немножечко и дальше то есть как Дмитрий заметил совершенно верно это попытка вот такой реставрации не то чтобы даже капиталистических отношений на уровне власти это даже уже что-то феодальное действительно пусть они как бы косплеили тефтонский орден со своим тефтонским государством ну понятно почему потому что исторически там находился на территории Пруссии но тем не менее прочие идеи которые высказываются Шпенглером в этой замечательной статье первое депролетаризация рабочего его разворот классовых интересов к национальным то есть резкое противопоставление рабочему пролетария обратите внимание да здесь очень хитро то есть пролетарий это какой-то плебс имеется попытка из пролетариата выхватить вот этих вот рабочих и сделать их своими то есть формирование этакой рабочей элиты которая будет служить именно идеям нации подчинения экономике политике государства то есть внутренняя политика должна служить геополитическим интересам государства тоже очень интересный признак да потому потому что мы помним с вами что нацистская германия она обслуживала корпорации тех же самых группы которые как раз таки через внутреннюю политику производства того же самого вооружения реализовывали геополитические интересы собственные то есть оружие производится его нужно применять его нужно продавать и так далее ну и здесь конечно же такая идеологема у Шпенгера выскакивает в связи с этим что величие войны это в том что это высшая форма бытия человека ну то есть это прямой призыв к мобилизации к милитаризации и так далее плюс ко всему Шпенглер в своем обращении к немецкой молодежи 26 февраля 24 года в Ютсбурге взывал не к романтизации политики а к жестоким и прагматичным действиям также он говорил о том что немцы уже не являются хозяевом своей собственной стране это помните о чем уже сегодня сказали то есть если вы нацисты это понимали по отношению к евреям то у Шпенглера это было выражено больше в адрес политических групп а именно либералов и демократов то есть сама нация немецкая она не хозяин а какие-то демократы и либералы что-то решают поэтому нужен отказ от всех общечеловеческих ценностей то есть это вот она трактовка нитшанской категории переоценки ценностей то есть отказ от общечеловеческих ценностей плюс ко всему здесь же он утверждает то что скоро придет цветная революция то есть незападная по расово-культурному принципу а ей должна противопостоять белая европейская революция которая в свою очередь уже началась то есть имеет ввиду процессы националистические процессы в самой Германии то есть он пока что для себя выводов не сделал и активно все это приветствует то есть белый подъем белый человек должен противостоять цветной революции цветная в смысле это все остальные которые там не в Европе вот вот они сюда понабегут и все будет плохо кстати очень актуальная кстати говоря повесточка для современных даже правых я лично считаю что это это прям как будто бы с сегодняшнего дня списано вот если послушать что современные правы в той же самой Франции и Германии говорят вот то же самое говорил не все есть на слайде но мне особенно нравится про немцев социалистов это прям эпично просто он пишет нет ну тут я тоже можно немножко скажу на самом деле вообще нацистская Германия такое очень интересное я не знаю как это назвать такое образование где например отрицалась отрицалась представительная демократия и обязательно все главные вопросы в государстве должен был решать либо великий вождь либо плебисцитом путем референдум сами понимаете референдумов не напроводишься поэтому ключевые вопросы это все тоже отсылочка к великому и неделимому германскому народовластью там времен какой-нибудь там великого переселения народов вот как все было там прекрасно замечательно природосообразно общинно соборно и вообще еще хотелось добавить из прочих из прочих идей четвертый пункт видимо это отсылка к Макеавелле государь то что призыв к жестоким и прагматичным действиям в политике это про претарианцев которые должны привести к победе или последнее ну четвертый пункт где обращение к немецкой молодежи в Вюрсбурге а это здесь ну да это Макеавелле а я думал вы про цитату вот эта вот цитата кстати говоря она видимо какое-то предчувствие у него все-таки было потому что вот если читать здесь четвертую цитату да каждое новое революционное движение приходится авангардом претарианцев к победе но он потом этот авангард не нужен а более того опасен вот он видимо что-то еще в девятнадцатом году предчувствовал такое что в политике национал-социализм потому что он-то представлял что национал-социализм это как раз начало возрождения Великой Германии вот и это на самом деле вот я почему в анонсе на лекцию написал о том что его вообще в принципе биография это такая можно сказать притча потому что вот человек писал предлагал концепция у него четко выстроенная что он хочет как это реализовать мы увидели что в принципе вот эти положения которые он предлагал в статье по русский социализм они практически без изменений учил практическое выражение национал-социализма в лице гитлеровской Германии и сразу же пошли замечания у Шпенглера то есть я бы вообще на самом деле я конечно человек не злой но я бы здесь поглумился и просто спросил а ты как бы разве не этого хотел вот пожалуйста тебе как бы реализовали тебе то что ты предлагал то что ты озвучивал то есть в какой-то степени для Шпенглера это действительно трагедия по чему лекции называется трагедия нового идеалиста то есть он мечтал о высоком возрождении культуры возрождении великой нации великой Германии и вот он в итоге получает фашизм и начинается уже у него критика этого фашизма но опять же да не со стороны прогрессивной потому что мы же понимаем что так же диалектически можно критиковать и со стороны консерватизма и вот он со стороны консерватизма начинает критиковать что НСДАП это организация безработных от униядцев что нацистский переворот 33-го войны останется для будущего что горе тем кто путает мобилизацию с победой что движение оно только началось мы уже поговорим о каких-то высоких достижениях что неплохо было бы все эти средства которые нацисты тратят на свое возвеличивание потратить на более нужные вещи что для него народ это единство души а не крови и расы что душа человека обнаруживает душу в ландшафте а тут кстати понятие географического детерминизма то что он предлагал оно этим же принципам соответствует то есть у него такой когнитивный диссонанс птиковически это все не принимает называет Гитлера дураком идиотом который неправильно понял национал социализм в общем тотально разочаровывается тотально в шоке от того что нацию начинает воспринимать как нацию по крови ну и собственно и на эту же книгу о карьере Шпендлера как придворного философа потому что после вот такого критического замечания из уст одного из высших руководителей НСДАП ну собственно после этого его просто никуда не приглашают нигде не упоминают стараются как можно чаще критиковать и травить и в общем Шпендлер как философ на этом заканчивается а потом 36-й год он умирает обыдумывает абстрактные схемы которым мы должны подчиниться если до конца это отрицает расу собственную ценность и любовь одним словом сердца германского человека антикоммунистические или граждане в случае консервативной революции как ее называют пожирает своих детей вот собственно точка на которой хотелось бы закончить повествование о такой личности как Освальд Шпенглер о том что за что он боролся на то он и напоролся с одной стороны конечно это трагично и если смотреть на это с человеческой точки зрения о том как порушились его идеалы о том как его идеалистические представления разбились о камень действительности а тут вполне конкретные идеи хорошо изложенные которые можно использовать легли практически в основании нацистской политики ну теперь хочу вас послушать ваши мысли выводы пожалуйста хотел спросить вопрос как раз к Якову раз вы изучали довольно подробно Шпенглера можно ли сказать что его вот эта и книга и все эти высказывания до критики были именно искренними или может есть какая-то информация что это писалось скажем так под заказ и он сотрудничал там например с теми же какими-то капиталистами а потом уже когда это сотрудничество прекратилось то тогда уже и пошла критика с его стороны и что не было никакого разочарования а это просто было написано под заказ условно ну я сколько информации не искал по этому поводу под заказ это или не но я так ничего конкретного не нашел поэтому врать не буду но моя позиция мое мнение таково что как я уже и говорил на те же самые произведения культуры и на философию как собственно тоже одно из произведений культуры человеческой всегда возникает запрос когда либо какой-то кризис происходит либо общество на какую-то новую ступень развития перешло то есть нужны идеи точнее даже не так идеи они могут уже быть но нужен просто человек который эти идеи озвучит достаточно таким хорошим языком достаточно точно и так далее и вот Шпендлер он просто оказался в нужном месте в нужное время он смог это увидеть обобщить воспринять и выдать в качестве вот той же самой статьи в русачество и социализм то есть например какой-нибудь там Генрих Шмидт какой-нибудь баварский рабочий да или крестьянин он может абсолютно так же как Шпендлер мыслить но поскольку у него нет базового образования тем более вот такого как у Шпендлера он это не может связать в двух словах вот он вообще в принципе не может это выдать как какую-то хорошо сформированную идею но он это чувствует а Шпендлер со своим образованием университетским может и поскольку их как бы общее представление мировоззрения совпадает то собственно Шпендлер выдает вот эти вот представления в виде вот таких вот произведений поэтому ну я не считаю что здесь как бы на заказ хотя все возможно просто я нигде не находил такой информации что на заказ ну а можем мы тогда сказать что Шпендлер больше ориентировался на другие национал-консервативные партии веймарской республике там немецкая национальная народная партия вся компания которая по сути тоже фашисты но фашисты такие аристократического толка там культурные люди а в НСДАП всякие лавочники погромщики безработные гуран недостаточно ну я думаю что да опять же я точной информации про это не имею но судя по взглядам Шпендлера я думаю что да потому что опять же если мы вернемся например вот этой вот идеи орденской идеи орденская идея она же в чем это по сути идея аристократическая Дмитрий совершенно правильно ставил комментарий что это по сути реставрация реконструкция феодальных порядков потому что феодализм эта система достаточно сама в себе замкнутая и там перейти из одного сословия в другое это практически невозможно то есть правит элита а если мы вспомним что Шпендлер упрекал НСДАП в том что они занимаются пролетаризацией национал-социалистического движения то есть туда всякого рода элемент чужеродной не способны своим духом не способны управлять и осуществлять свою волю и власть впускают то собственно мы имеем возможность предположить что Шпендлер как раз таки стоял на позициях вот таких аристократических фашистов а можно ли сказать что получается мысль такая у него что базис хотелось оставить капиталистический то есть экономику но надстройку сюда как бы поставить не органические не капиталистическую а феодальную то есть такой симбиоз сделать капитализма и феодализма ну собственно это же и нацисты делали если посмотреть вот есть же хороший фильм на канале держать курс про политику финансирования на нацистской партии там как раз очень хорошо показана вот эта смычка аристократов обеспеченных и капиталистов ну то есть попытка как раз реставрировать именно в государственной аппарате в надстройке этот феодальный принцип иерархический но при этом но при этом сохранить именно вот это капиталистическое производство крупное вот этих монополий я бы добавил что в надстройке там и до феодальной архаик в наличии германское язычество аннрб вот это все так что фашизм он всякую архаику любит не только феодальную но и более раннюю тоже ну видимо главное чтобы сохранилась сословность и потому что капитализм же все-таки подразумевает некий переход из скажем так возможны то есть социальных лифтов больше чем при феодализме и более ранних строях видимо было желание закрыть эти социальные лифты для большинства но оно же понятно чем больше нужно отдавать и делать государство социальным тем меньше будет доставаться прибыли кому это надо из власть имущих при капитализме желательно вообще никакую прибыль не давать а закрепить за собой рабочего как крепостного в принципе нацисты политику и проводили вот это отто фон бисмарк что-то слишком разлиберальничался дал там социальные гарантии а если посмотреть на нацистскую политику в германии то там рабочие наоборот всяких социальных гарантий были лишены абсолютно они чуть ли там не задарма работали на производстве пока фюрер местный заводской не скажет прекратить работу все работали а не будешь работать тебя так же как при феодализме они экономически принудят это делать так что да получается вместо как бы местного какого-то там графа герцога был просто владелец завода ну да фюрер принцип который осуществлялся сверху донесу то есть самый главный фюрер это гитлер а потом шли фюреры поменьше каждый фюрер ставился на производство то есть на заводах был фюрер принцип то есть грубо говоря какие-нибудь более вышестоящие начальники фюреры они выбирали одного и ставили как бы ну фюрер принцип он такой то есть так же вот как эта система например почему ее так нацисты любили система орденская система тефтонского тефтонского государства тефтонского ордена она же чем хороша то есть с одной стороны вот эти вот казначей маршалы интенданты и прочее они с одной стороны были как бы на вторых ролях то есть их назначал фюрер а с другой стороны они как бы являлись верховным советом с которым фюрер советовался и собственно сам же фюрер он выбирался это из вот этих собственно из вот этого высшего орденского сословия то есть были вот такие вот братья в тефтонском ордене которые представляли собой военно-духовную аристократию которые составляли вот этот вот совет и каждый раз из них по принципу демократического централизма ограниченного выбирался один лидер великий магистр который осуществлял прямую диктатуру ну практически прямую вот это как бы такое немножечко отличие от феодального принципа но это очень хорошо ложится на ту же самую фашистскую диктатуру когда у нас есть вот обратим внимание группа разного рода министров которые отвечают за одно из направлений и из этих министров потом выбирается в этом же кругу то есть сами решают кто из них будет следующим рейсфюрером СС как мы помним после Гитлера как раз министром то кто стал Гиммлер стал министром как изначально точнее рейсфюрером который изначально заведовал министром массовой информации пропаганды ну и плюс ко всему там же в фашистской Германии же эти министерства еще возглавляли капиталисты то есть их специально вводили вот в эту касту и они как бы тоже являлись с одной стороны вроде как бы играли в реставрацию вот такой вот элиты феодальной а с другой стороны да они как бы владельцы капиталистического производства то есть более прогрессивного чем феодальное то есть они с одной стороны феодальные порядки использовали с другой стороны они вроде как капиталисты можно добавить тоже но в феодализме тоже был такой пример таких выборов если например привести в пример Священную Римскую империю где курфюрсты выбирали императора как там первый среди равных по такому принципу ну не только Священная Римская империя германской нации королевство Арагон например где совет кортесов выбирал короля и верховная студия Хастиси при коронации сообщала ему приблизительно следующую формулу ты такой же как и мы тем не лучше и не хуже нас и король лишь только по праву предоставленному сказать тебе если нет то нет ну и плюс ко всему это же вот эта вся эта история она же более глубокие корни имеет в военной демократии то есть когда грубо говоря младшая дружина суть есть ополчение свободных общинников да и так как она является частью общей дружины да то есть есть там старшая младшая дружина и они так сказать все совместно какие-то принимают решения у них есть вождь самый главный и он вождь потому что он самый авторитетный среди них да вот все это вот все это вот оно оттуда на эпоху викингов тоже похоже как раз древних германцев по сути отсылка ну да там в принципе у викингов у них просто вот эта вот дружинная культура она во всей Европе сохранилась дольше потому что не приняли в Европе уже развивается феодализм рыцарства а динавы они вот со своей дружинной культурой немножко отставали ну и давайте есть ли что-нибудь полезное в его философии или нет кто-нибудь что-нибудь для себя отметил может какие-то интересные все-таки идеи у Шпинглера были или категорически вражина категорически надо его запретить вот потому что на самом деле вопрос актуальный потому что у нас даже в университете где я собственно учился Шпинглера теорию именно культуры учили конспектировали в том числе я конспектировал ну и пытались выдать как одну из таких вот важнейших философий подходов культурологических к описанию культуры и так далее место Шпинглера давайте с вами обозначим в качестве кто он что он из себя представляет по-вашему и вообще где его место хотелось насчет детали то что про географический забыл слово как ты уточнил про географию то что мне кажется все-таки это имеет место быть что например там если народ живет в степи либо в горах либо там на островах то это все-таки привносит ну некоторую как сказать слово забыл ну то есть это накладывает на народ какую-то культурную особенность та география где он живет где живет этот народ он живет в степи либо он живет в горах то есть какие-то объективные вот такие вот вещи да однозначно согласен с Славом да это да взять тех же самых шотландцев и горный и не горный шотландцы это разные шотландцы ну вот к вопросу по поводу Шпенглера я вот как 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 всегда говорю категорически Шпенглера нужно изучать изучать его нужно как такой знаете как нужно изучать с правильными пояснениями и комментариями вот я бы так говорил да то есть его вся идеология вся философия является вполне себе закономерным продуктом исторического развития Германии вот со всем его там со всеми перипетиями и трагизмами и всем остальным да и на самом деле вот суть этих самых пояснений должна как ни парадоксально сводиться к тому что нужно объяснять причины такой закономерности и отчасти даже говорить о том что другой эта философия при таких условиях не могла быть и этот феномен нужно изучать чтобы четко понимать то есть мы понимаем что любая историческая аналогия ложна да мы должны понимать что если мы видим сходные условия те или иные да и видим что происходят очень сходные процессы то это собственно говоря такой не очень хороший звоночек поэтому однозначно его можно изучать как как любого врага которого надо знать в лицо очень хорошо и досконально вот поэтому вот такая моя позиция я бы сказал что развилка там немножко раньше лежит то есть из биспарковского прусского социализма можно идти в социализм а можно идти в фашизм шпенглер такой верстовой столб уже по дороге к фашизму можно опять же смотреть как из такой из пограничной ситуации можно свернуть вправо идти вправо и шпенглер будет как раз таким образом того места куда в промежуточного места на зароде к фашизму вопрос следующий как вам кажется почему современной России шпенглер понадобился все вдруг открыли для себя этого философа Россия по сути оказалась в хуже ситуации как Германия после 1918 года после распада Советского Союза многие схожие такие моменты есть в этих событиях либеральная экономическая модель себя исчерпывает значит надо что значит надо идти в фашизм ну и опять же не так сразу заявлять что Салине молодец а сначала можно заявить что Шпенглер молодец например ну а для меня здесь важно что кажется в качестве вывода то что кто бы там что не говорил да то есть что философ там не ответственен за то что он говорит да что его могут неправильно понять и сделать по-своему а вот ситуация со Шпенглером показывает что все таки в какой-то степени философ ответственный за то что он озвучивает поэтому всех ребят которые увлекаются философией хотят собственно сами стать философами я надеюсь такие есть вот должны всегда это иметь ввиду что озвучивайте свои мысли правдиво корректно и чтобы они не стали оружием пасового врага так и так и так и так и